Метро, автобусы, самолеты, уличный гул, офисный гомон, все это мешает наслаждаться музыкой, а порой и вовсе заглушает ее. Бороться с этим можно с помощью наушников шумоподавлением, и у нас они есть. Креатив AORVANA ANC. Внутреннее пространство коробки целиком занимает жесткий кейс. Он качественный, застегивается замком молнии и оснащен петлей для карабина. На левой стороне крышки предусмотрен мешочек на липучке с кабелем и самолетным адаптером внутри. Комплект небогатый и его дополняет лишь инструкция и батарейка типа размера 3А. Ранее у нас на тесте побывали наушники Креатив AORVANA Platinum и оставили они не самые положительные воспоминания о себе, не в последнюю очередь из-за скрипучего пластика. AORVANA ANC тоже полностью выполнена из поликарбоната, но к счастью здесь он не скрипит. Из-за дизайна и материалов наушники ощущаются игрушечными, но металл в конструкции все-таки используется, мы его нашли, из него сделан упругий элемент оголовья. Амбишуры несменные, их размеры таковы, что в них едва помещаются ушные раковины. Впрочем, даже при долгом прослушивании дискомфорта не испытываешь, но вот когда наушники снимаешь, то ощущаешь, как ушам кайфово без них. А еще чашки вместе с амбишурами имеют довольно маленькую для охватывающих наушников толщину и их некомфортно поправлять на ушах, так как возникает неприятный давящий вакуум. Полутораметровый кабель входит в левую чашку. У него штекеры по 3,5 мм на обоих концах, причем со стороны подключения к источнику он Г-образный. Шнур покрыт текстильной изоляцией, которая хоть и создает микрофонный эффект, но очень слабый. На кабеле предусмотрен микрофон лишь с одной кнопкой управления, так что менять громкость нельзя. Главная проблема конструкции Creative R1 ANC в том, что они обладают скверной пассивной шумоизоляцией. Окружающие в радиусе нескольких метров будут слышать весь ваш репертуар. И, как вы понимаете, ни о каком применении данного продукта в офисе или самолете речь идти не может. Вы будете мешать. Creative R1 ANC – это полноразмерные проводные наушники с амбишурами охватывающего типа. Да, они не беспроводные. И да, подзарядить их никак нельзя, только заменить батарейку, которой должно хватать на 40 часов работы шумодава. Из-за высокого импеданса R1 ANC довольно чувствительный к источнику звука. С обычными смартфонами, без выделенных ЦАП и усилителя, они могут и не обеспечить необходимой громкости звучания. Либо её запас будет невелик. Хотя с iPhone 7 Plus и Xiaomi Mi 6 её в избытке. В качестве референсного источника мы используем плеер Q-Style QP1R, имеющий репутацию устройства с беспристрастной подачей звука. С шумоподавлением и без наушники звучат по-разному. В пассивном режиме они оставляют не самые приятные впечатления. АЧХ довольно ровная, однако чувствуется ранний спад на высоких частотах, верхняя граница которых и так не высока. По этой причине высокие звучат безжизненно, а в звучании наушников в целом чувствуется отсутствие красок, некая серость, будто наушники закрыли подушкой. Средние частоты отыгрываются достаточно правильно. Недовольство вызывает лишь некоторый недостаток частоты и прозрачности. От этого страдает и детализация. Не то чтобы её совсем нет, просто хотелось бы чуть больше артикуляции. Звучание басов довольно нейтральное. Нет здесь чрезмерного напора и плотности. Попытка добавить энергии низам посредством эквалайзера выявила ещё один недостаток, присущий не только этой, но и другим моделям Креатив. Басы при эквалайзинге склонны сваливаться в гудение, дребезжание и просто бубнёж. Обращает на себя внимание и другая фамильная особенность Креатив. Сравнительно узкая и неглубокая воображаемая сцена. При включении активной системы шумоподавления в звучании R1 ANC появляется едва слышимый розовый шум. Заметить его можно только в паузах между треками, на фоне музыкальных композиций он неразличим, но он есть. Система ANC нацелена на демпфирование транспортных шумов автомобильного, железнодорожного, авиа. И с этим наушники справляются неплохо. От активного шумодава есть и другая польза. Он преображает звучание наушников, причём в лучшую сторону. Прежде всего, воображаемая сцена оказывается значительно шире и глубже. Средние и высокие наполняются воздухом и становятся прозрачными. Особенно это заметно в высоких частотах. Они начинают звучать существенно ярче. Иногда, увы, появляются стебиллианты. Радует саббас. Он становится более плотным и упругим. В целом звучание наушников в активном режиме заметно более светлое и оптимистичное, в отличие от глуховато-сухого в пассивном. Наушники Creative R1 ANC оставили о себе скорее нейтральные впечатления, нежели какие-то отрицательные или положительные. Модель компактная и лёгкая, но из-за плохой пассивной шумоизоляции сценарий её применения резко сокращается. Да и музыкальностью они не то чтобы как-то удивили эти наушники. Самолётный гул наушники подавит эффективно, но вам придётся надеяться, что попутчикам нравится тот же стиль музыки, что и вам. Иначе рискуете обрести в них врагов на весь полёт. Спасибо за внимание. С вами был Евгений, мой был Telephone.ru. Жмите лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова